всем привет на канале смартфон юэй сегодня на обзоре ноутбук lenovo yoga slim 7 я бы отнес это устройство к дорогой премиальной линейки ноутбуков потому что это хоть и не полностью трансформер но устройство которое может раскладываться на 180 градусов а что самое интересное внутри стоит видеокарта geforce mx 350 вот она то и является тем пунктиком за который это устройство можно рассматривать в качестве рабочей лошадки они только как ноутбука для набора текста все подробности впечатления далее в этом видео начну с дизайна и встречает нас анодированный корпус с пескоструйной обработкой устройство выглядит дорого привлекательно и хорошо скомпонованным матовый корпус практически не собирает отпечатки пальцев и это еще один плюс что касается количества логотипов которые размещены на этом устройстве то их достаточно хотя производитель мог бы и поскромничать надпись yoga надпись lenovo обозначение модели и внутри конечно же возле клавиатуры еще одна надпись lenovo на задней панели для устойчивости на любой поверхности производитель предусмотрел длинную прорезиненную ножку и две поменьше которые размещены ближе к переднему краю высота ножек не маленькая из-за того что такая конструкция позволяет отводить воздух от радиаторов системной платы и видеокарты для того чтобы устройство не нагревалась очень сильно но нужно признать что в тяжелых играх ноутбук хорошенько так подогревается лицевой торец интересен надписью yoga 7 series сделано очень красиво и нужно признать оригинально открывая ноутбук видим клавиатуру она такая же как у предыдущие с серии клавиши большие удобные легко нажимаются не очень шумные не все конечно же потому что пробел постукивает большие навигационные кнопки вправо влево но также полный набор функциональных кнопок расстояние между клавишами удобное для длительного набора текста промахиваться не будете подсветка конечно же предусмотрена тачпад работает без вопросов он большой и занимает треть нижней панели ноутбука как видите возле клавиатуры нету сканера отпечатка пальцев ему нету и на боковой панели где расположена кнопка питания зато есть камера с hd разрешением которая быстро отсканирует ваше лицо и запустит внутрь системы а вот привычной шторки в этом ноутбуке не предусмотрено что касается динамиков то их здесь два справа и слева от клавиатуры звук не идеально громкий но зато есть умеренные басы и хорошая чистота а теперь пройдемся по портам которые находятся на правой и левой стороне ноутбука справа 2 usb usb type-a светодиодные индикаторы кнопка питания с левой стороны два порта usb type-c один поддерживает power delivery 3.0 дисплей порт и thunderbolt 3.0 2 usb type-c порт поддерживает только power delivery 3.0 тут же hdmi и выход под наушники с микрофоном перехожу к дисплею 14 дюймов full hd разрешение яркость достанет и сто процентов охват srgb боковые рамки можно назвать тонкими а вот верхняя и нижняя где-то порядка сантиметра верхняя и нижняя часть ноутбука крепятся между собой большим длинным шарниром который и позволяет удерживать устройство в раскрытом состоянии при угле 180 градусов промежуточные позиции также держатся хорошо и самостоятельно не позволяют закрываться если вы не приложите силы экран выдает яркие цвета и хорошую насыщенность с ним точно комфортно работать целый день а также вечером еще и видео посмотреть или поиграть если говорить о программной составляющей то базово внутри windows 10 home а умная камера позволяет обезопасить вас при работе в людном месте она умеет понимать когда вы смотрите не на экрана в сторону например с кем-то общаетесь и чтобы кто-то не подсматривал ваш дисплей информация на нем может размываться тестируемая модель ноутбука стоит около 900 долларов а все потому что внутри процессор intel core и 510 35 g1 графика nvidia geforce mx 350 8 гигабайт оперативной памяти частотой 3 200 мегагерц ssd на 256 гигабайт но и также поддержка вай фай 6 и bluetooth 50 но это не самая топовая комплектация памяти может оперативной быть 16 гигабайт а встроенной 512 так что есть версии и подороже но главное что здесь есть nvidia geforce mx 350 она то и позволяет не только работать с комфортом с базовыми приложениями но и поиграть на этом ноутбуке но нужно признать что при солидных нагрузках вентиляторы устройства дают о себе знать и шумят очень даже слышно так что в играх советую одевать наушники базовый перечень операций при работе с браузерами том числе и с фотошопом никак особо не нагружает этот ноутбук так что могу рекомендовать его и для тех кто покупает свое первое устройство или те кто хочет поменять уже устаревший ноутбук со встроенной графикой на тот у которого есть дискретная графика от nvidia конечно же встроенный видеоадаптер влияет скажем так негативно и на время автономной работы ноутбука если вы допустим играете или работаете в том же фотошопе или в корол дро базово производитель заявляет о 15 часах автономной работы ну подумайте это почти два дня в режиме обычного рабочего дня или один день если вы допустим трудоголик другое дело если вы не набираете текст а уже подключаете ресурсоемкие приложения смотрите видео в большом разрешении а также играете тогда считайте повезло что вам заряда ноутбука хватило на 7-8 часов а если вы крутите яркость на максимум и будете слушать музыку через динамики тогда и вовсе время автономной работы может сократиться и до 5 часов для справки полная зарядка аккумулятора этого ноутбука занимает 2 часа 45 минут подвожу итог lenovo yoga slim 7 аккуратный красивый и удобный ноутбук причем не очень дорогой учитывая что в нем есть дискретная графика это устройство точно не заменит игровую систему для актуальных на 2021 год игр но если вы фанат легких стратегий или режетесь какие-то онлайн игры тогда этого ноута вам точно хватит его хватит и для работы и для развлечений в плане просмотра видео онлайн или офлайн также в плюсы записываю компактность при 14 дюймовый IPS матрицы дисплея хорошие динамики и хорошую внутрянку к минусам ну субъективно можно отнести отсутствие порта icernet и отсутствие сканера отпечатка пальцев но камера себя показала надежным инструментом так что ищите ноутбук до 1000 долларов компактный и не самым маленьким дисплеем тогда присмотритесь к этому lenovo на этом все с вами был андрей портал смартфон юэй а будут вопросы задавайте в комментариях обязательно отвечу на этом все всем пока